Народная избранница Виктория Казаку покинула ряды партии Действия и Солидарность. О решении сообщается на странице политформирования в социальных сетях. Постоянное национальное бюро ПАС объявляет об исключении из партии Виктории Казаку. Также мы повторно просим сложить мандат, полученный от избирателей партии Действия и Солидарность, на парламентских выборах в июле 2021 года. ПАС взяла за основной принцип борьбу с коррупцией и не потерпит подобных случаев внутри партии. 1 апреля председатель парламента Игорь Гросу потребовал от Виктории Казаку сложить мандат после обыска в аэропорту. Тогда появилась информация, что в скандале с коррупцией фигурирует дочь народной избранницы. Правоохранители провели обыски в Агентстве материальных резервов и задержали двоих чиновников. Это замдиректора учреждения и глава отдела управления государственными материальными резервами. Их подозревают в махинациях и использовании служебного положения при проведении тендеров в период с 2022 по 2024 год. Установлено, что глава отдела агентства по управлению государственными материальными резервами, вместе с председателем рабочей группы по госзакупкам и заместителем главы агентства злоупотребляли своими полномочиями, предпринимали действия по признанию некоторых экономических агентов победителями тендеров, организованных агентством для закупки различных товаров и техники, чем нанесли особо крупный ущерб госбюджету. В пресс-релизе НАЦ уточняется, что подозреваемые нарушили законодательство при организации закупки мазута, пшеницы и сахара. В двух случаях агентство материальных резервов приняло более дорогое предложение, а в третьем случае сообщили о тендере лишь одной компании. Правоохранители устанавливают всех причастных к махинациям. 3 апреля столица погрузилась в километровые пробки. Первая причина – визит премьер-министра Бельгии Александра де Кро. В повестке делегации – посещение парламента и правительства. Временно ограничен доступ к нескольким улицам. Вторая причина – съёмки фильма. Ещё одна пробка образовалась на улице Бенулес-Кубадони из-за аварии. Водитель троллейбуса вышел поправить слетевшие штанги, и его сбила иномарка. Мужчину отвезли в больницу скорой помощи. В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Мероприятие продлится с 3 по 4 апреля и является подготовкой к саммиту НАТО в Вашингтоне. Основные темы для обсуждения – помощь Украине, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и повышение расходов на оборону. «Мы видим, насколько острая и сложная ситуация в Украине. Мы приветствуем всё, что делают страны-члены НАТО. Но нужно сделать больше. Этого недостаточно. Украине необходимо больше поддержки». Йенс Толтенберг предлагает создать специальную невоенную миссию НАТО по Украине и расширить помощь Альянса Киеву. В эти дни в Брюсселе находится журналист-ньюсмейкер Александр Нугманов и поставляет редакции последнюю информацию. Вячеслав Платон объявил в Телеграме о создании партии «Феникс Молдова». Бизнесмен, который числится в розыске в нашей стране, уточнил, что нужно поднять нищее государство до невиданных высот и дать достойное место в обществе каждому человеку. Мы, партия «Феникс Молдова», станем теми людьми, которые вытащат страну из болота, которые удивят мир, которые заставят говорить о молдавской нации, как о людях, совершивших чудо в трансформации своего государства и собственной жизни. Логотип нового политформирования совпадает с логотипом зарегистрированной в феврале партии «Свободная и суверенная Молдова». Её возглавляет Николай Бойку. Напомним, что Вячеслав Платон проходит по трём уголовным делам. Два – по мошенничеству в особо крупном размере, одно – по подделке банковских карт. Власти Кишинёва отрицают причастность к приостановке работы на заводе «Электромаш» в Тирасполе. Чиновники утверждают, что проблема связана с направлениями экспорта. Ранее министр экономики непризнанный ПМР заявил о возросшем давлении со стороны Кишинёва, которое негативно отразится на внешнеэкономической деятельности завода. Вице-премьер пареинтеграции Олег Серебрян утверждает, что «Электромаш» закрылся временно. «Мы делаем всё возможное, чтобы скорректировать направления, по которым предприятие осуществляет экспорт. Мы понимаем, что оперативно провести эти корректировки очень сложно. Ситуация застала всех врасплох. Это касается не только предприятий на левом берегу Днестра, но и на правом». В то же время министр экономики и цифровизации признаёт, что часть экспорта не разрешили. По словам Думитру Алайбы, продукция, произведённая на заводе, использовалась в военных целях. «Неправда, что экспорт блокируется. Это правда, что некоторые виды экспорта не могут быть одобрены, поскольку представляют собой товары двойного назначения, включая технику или материалы, которые могут использовать в военных целях. Направление экспорта очень важно. Мы не хотим, чтобы нас считали спонсорами этой войны». Вынужденный простой на заводе оставил без работы более 600 человек. Приднестровские СМИ пишут, что на складе предприятия находится готовая к отгрузке продукция на сумму более 3 миллионов евро. Молдова остаётся нейтральной страной, и решение изменить этот статус могут принять только граждане на референдуме. Так, пресс-секретарь правительства Даниил Воды прокомментировал инициативу властей Бухареста разрешить румынским военным осуществлять вмешательство в других странах, чтобы защитить своих граждан от опасности. Проект закона о национальной обороне Румынии вынесен на общественное обсуждение. «Наша страна является нейтральным государством. Это закреплено в Конституции. Этого хотят граждане Республики Молдова. Мы хотим мира, спокойствия. Этого хочет и правительство. Всякие абсолютно теоретические сообщения, не имеющие фактической основы, предлагаю не обсуждать на данном этапе». Согласно Конституции Молдовы, присутствие иностранных войск на территории страны запрещено в соответствии со статусом о нейтралитете. Однако этот принцип нарушает Российская Федерация, военнослужащие которой незаконно находятся в Приднестровском регионе. Вспомогательному персоналу в сфере здравоохранения повысят зарплаты. В среду Кабмин одобрил законопроект, согласно которому работники должны получать минимум пять тысяч леев. Эта поправка будет гарантировать право каждого работника на минимальную заработную плату. Каждое медицинское учреждение скорректирует размер оклада, чтобы ни один из сотрудников не получал менее пяти тысяч леев. Министр уточнила, что лишь один процент сотрудников медицинской системы в Молдове – это неквалифицированные работники. Квартира со свежим ремонтом в новостройке или же все-таки в проверенной временем хрущевке? Агенты по недвижимости говорят, что запросы покупателей разные. Сегодня команда «Ньюсмейкер» отправилась на улицу Кишинева, чтобы узнать у прохожих, какие квартиры они все-таки предпочитают. Новостройки. Потому что там на ОВЭ меньше шансов, что появится какое-то заболевание, типа плесень, гриф. Также меньше шансов, что будут крысы, тараканы. Хрущевка – шесть квадратных метров кухни, это же невозможно там жить. А что привлекает новостройки? Опять же, новые планировки, большие-большие кухни. Ну и все, соответственно, новое, наверное, по-любому. Не гниет, не надо делать ремонт каждые годы там. Новостройки, мне кажется, они неустойчивые. И в новостройках я была, у меня друг купил квартиру, и буквально год у него вся квартира потескалась и была в сырости. В новостройках, конечно же. Все новое, коммуникации, начиная с коммуникации, заканчивая окнами. Девушка, мы в новостройках живем сколько лет? 15, с 2005 года, и все у нас в порядке. Новостройки. А в Крущевке что вам не нравится? Старое, воняет все, плесень. Ну, действительно, холодно прям там. Новостройки. Наверное, потому что удобнее, все уже готово, ремонт и новостройки, хрущевки надо заново все переделывать. Наслышан то, как сейчас, какое качество их по этих построек. Часто строятся в недоступных местах, ну, как недоступных, в неположенных местах. Буквально там неделя-две, и все, штукатурка там, все, что-то какие-то трещины в основании. Максимальная концентрация, логическое мышление и продуманная стратегия. Это первое, что замечаешь, когда заходишь в зал, где идут соревнования по шашкам. Каждый участник использует все свое мастерство, оточенное временем, чтобы захватить все фигуры противника. Любопытство команды Ньюсмейкер лишь растет, поскольку участники национального чемпионата по шашкам незрячие. Соревнование состоялось в конце прошлого месяца. Лучшие будут представлять Молдову на международном турнире в Турции. В числе игроков Виктор Никита. Ему 77 лет, и в шашке он играет с тех пор, как себя помнит. Все в голове в основном, конечно. Рукой, конечно, щупаешь шашки, пальчиками и так далее. Трудновато, потому что пальчиков маловато. Но в основном все в голове, конечно. И, конечно, голова, как тот компьютер, накапливает информацию, информацию, информацию. Эта информация потом в нужный момент всплывает и дает результат. Несчастный случай в детстве перевернул всю его жизнь. Когда Виктору было 13, в его руках взорвался детонатор. Потеря зрения стала лишь одним из последствий. Однако это не мешает мужчине вести насыщенную жизнь. Своё мастерство он доказал на многих соревнованиях национального и международного уровня и не раз возвращался домой с победой. Виктору Никите ничто не мешает играть против соперников, у которых нет проблем со зрением. Они с таким уважением к нам относятся, к незрячим, когда видят, что они играют наравне, сильно играют. Ну просто я себя чувствую с ними как молодой. Да, и они ко мне с другим уважением относятся, с почётом будем говорить даже. И я им всегда говорю, ребята, если вы хотите играть в шашки, надо усидчивость раз, работоспособность два и труд. Помимо любви к шашкам, игроков связывает ещё и дружба. Например, со своим противником Виктор делит не только игровое поле, но и дом. Мужчины являются соседями. Сегодняшняя игра – игра упущенных возможностей. Так, вы проигрываете? Нет, упускаю выигрыши, ничьи. Сыпятся, как горох. Соперник хороший, достойный. Да, и он мой сосед. Конечно, мы уже надоели друг другу. Тут вообще слабых нет, все одинакового уровня, все высшие категории, допустим, там мастера, кандидаты в мастера. И так что тут слабых нет, так что тут надо играть очень чётко. Под эгидой Федерации для незрячих спортсменов можно не только играть в шашки. Учреждение развивает 10 видов спорта, в том числе плавание, лёгкую атлетику и настольный теннис. Президент Федерации Георгий Ставер говорит, что каждый чемпионат – это возможность для участников не только продемонстрировать таланты, но и пообщаться. Горчик-компионат, горчик-турнир. Для наших спортсменов приветствуется любой чемпионат, любой турнир. Ведь они приходят не только социализироваться, но также загораются желанием побеждать. Однако желания и упорства недостаточно, чтобы добиться высоких результатов в спорте. По словам Георгия Ставера, у Федерации слишком мало денег для участия в соревнованиях. Сначала власти запланировали бюджет свыше 300 тысяч леев, но позже сократили до 90 тысяч. Участие в чемпионатах оказалось под вопросом. Министерство на 70% уменьшило бюджет, запланированный на этот год. Для нас это очень существенно. Узнал новость и, если честно, до сих пор не могу прийти в себя. Министр образования и исследований Дан Перчун объяснил, что учреждению выделяют бюджет в зависимости от результатов спортсменов. Мы утвердили бюджет для федерации еще в январе, исходя из результатов, которые спортсмены показали в 2023 году. Учитывалось, кто и сколько медалей принес, потому что мы вкладываем туда, где есть результаты. В Федерации незрячих спортсменов числятся около сотни человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова